всем привет такой будет эфир больше полезный наверное для тех кто не знаком с гимнастикой лица если тут есть инструктора или те кто занимаются регулярно я думаю что вы ничего нового не узнаете но в любом случае поболтать мы конечно же поболтаем и я сейчас буду что-то рассказывать а вы если у вас какие-то вопросы по ходу дела будут возникать давайте сразу прям поднимаете руку либо включаете микрофон и задавайте мне больше нравится формат диалога не так что я сижу такая умная и болтаю на самом деле не такая вот рада вас видеть всех всем привет привет ну что я заявила тему почему мы стареем и что с этим делать и давайте разбираемся порассуждаем на эту тему знаете вообще в свете всего происходящего и сколько я уже варюсь в теме фейс фитнеса уже восемь лет даже больше восьми лет мне уже я вот прям недавно поймала себя на такой мысли что почему например если человек хочет подтянутые тела он идет занимается фитнесом у него не стоит вопрос а может быть мне куда-то там филеров накачать или может быть мне на массаж сходить на массаж мы идем например для чего для того чтобы там кайфануть расслабиться снять напряжение отдохнуть а если мы подразумеваем упругое тело то соответственно равно фитнес почему с лицом пошло как-то все наоборот не так как с телом хотя это такая же часть тела по сути скорее всего это большая пиар компания направление популярного до косметологии потому что слушая пластических хирургов которые говорят что да фейс фитнес хорош и массаж тоже хорош они все направлены на улучшение микроциркуляции да то есть мы занимаемся мы делаем упражнения мы делаем массаж наши мышцы начинают работать кровь начинает поступать кислородом насыщаются все ткани а от чего происходит изначально старение старение происходит от того что наши ткани все меньше и меньше двигаются то есть если посмотреть на нас на срез скажем так мы как слоеный пирог у нас есть мышцы у нас есть кости и вот эти вот мышцы они тоже не одним полотном идут а это несколько несколько слоев такой слоеный пирог я конечно покажу картинку это эстетичная картинка это не картинка из когда варкурса инструкторам она очень знакома так вот эти все мышцы они у нас несколькими слоями так же как и в теле и чем меньше мы двигаемся чем меньше мы занимаемся скольжение между этими мышцами все меньше и меньше кровоснабжения все меньше и меньше кислорода все меньше и меньше потому что с возрастом кислород кровь поступает к жизненно важным органам то есть к нашим внутренним органам чтобы поддерживать жизнь там уже если это при условии если мы мало двигаемся если мы ведем малоподвижный образ жизни тогда кислород поступает прям к жизненно важным органам то есть чтобы поддержать нас нашу жизнь скажем так жизнь нашего организма поэтому наши внутренние органы получают кислород а наши конечности я имею ввиду под конечностями кожу ну соответственно пальцы руки конечности та же самая голова лицо кожа это все наши конечности и они получают все меньше и меньше кислорода да мозг естественно получает кислород но периферия кожа мимические мышцы они уже получают меньше кислорода и соответственно они начинают ну вот есть такое слово да усыхать кости тоже питаются за счет того что мышцы работают и первым делом начинают усыхать наши кости кости становятся меньше и вот представьте каркас покажу вам сейчас такого красавчика вот представьте наш каркас и он и на него натянуты таким полотном все наши мягкие ткани мышцы кожа и вот он у нас становится меньше а куда деваться кожи куда деваться вот этим всем тканям которые были натянуты на этот каркас естественно они поползут вниз потекут и отсюда вопрос а почему у меня поплыло лицо поплыл куда-то овал все потому что кость становится меньше объемом мышцы мы не тренируем они становятся слабыми вот собственно говоря и результат есть еще такой момент как гормональная система так вот гормональная система в 20 и в 40 лет примерно примерно одинаково то есть по сути если мы смотрим на женщину которая в 40 лет выглядит молодо красиво и ухожено по сути по большому счету нечему тут удивляться это не ее еще пока заслуга это пока заслуга природы потому что есть такой гормон дг а я не буду его сейчас расшифровать его не выговорю никогда в жизни вот это гормон отвечает за функция за работу наших половых органов нашей половой системы то есть пока мы находимся в детородном в детородном возрасте до 40 лет мы точно имеем право быть молодыми красивыми здоровыми дальше как уже как сказала как-то одна моя знакомая мы слетаем из гарантийного срока и дальше уже идет как по накатанной если мы не занимаемся своим здоровьем то соответственно все это резко пойдет вниз на спад и так примерно до 70 лет будет сохраняться и в 10 лет опять пойдет скачок вниз соответственно чтобы нам поддерживать себя то есть вы понимаете да что в 40 лет выглядеть молодыми красивыми привлекательными это норма что же происходит почему некоторые в 40 лет выглядят ну скажем так хуже чем остальные то есть по-разному да выглядят у меня муж все время удивляется говорит вот она оказывается твоего возраста я с ней разговариваю как будто бы е 50 ну ну да вот так почему что мы делаем то есть получается что выглядим мы с возраста в 40 лет старше своего возраста и это получается тогда наша заслуга если по ну понятно что если нет какого-то генетического сбоя а если мы относительно здоровые да условно здоровые сейчас понятно что идеально здорового человека сложно найти но условно здоровые скажем так то не зачем нам выглядеть старше своего возраста тогда получается если нас природа не старит тогда получается мы старим сами себя чем мы старим себя есть вредные привычки какие вредные привычки я сейчас не про алкоголь и не про употребление всяких штук и даже не пропитание сейчас не будем вообще эту тему затрагивать это каждый сам выбирает а про мимические привычки понаблюдайте за собой какие у вас есть мимические привычки например там какие привычки мимические есть у меня есть самая большая страшная привычка мимические у меня очень активный лоб как только я делаю большой перерыв в гимнастике он берет вверх прям вообще берет вверх без разговора без предупреждения активная мимика раньше когда я работала проектирование когда я еще даже не знала про фейс-гимнастику это было десять больше десяти лет назад сколько мне тогда было мне было 28 до 28 лет я сидела за компьютером я работала ко мне всегда боялись подходить потому что я сидела злая ну то есть вот прям вот такая вот я вся злая сидела особенно если я торопилась и мне нужно было что-то быстро сделать более смелые подходили что такая зла и гуды не зла и я я думаю у тебя вообще на лице происходит мне так говорили я не замечала за собой этого в я помню в 27 лет я пришла к косметологу не помню на какую процедуру по-моему удаление волосков ну типа фото и пиляция вот на губе и она мне говорит ой вы знаете у вас вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь вот здесь тут уже заломы образовываются и знаю ну ботокс на мне там насчитала сколько-то там вот этих вот граммов миллилитров в чем они измеряются и это мне показалось прямо лошадина какая-то доза я такая спасибо до свидания ушла вот и потом уже только со временем я вернулась то есть понимаете что в 27 лет мне бы уже был прописан этот ботокс и я бы уже могла его колоть для того чтобы мой лоб вот так сильно не развился вот мимические привычки лоб да то есть я вот так делала у кого-то мимические привычки постоянно там жмутся там закусывать губы сразу вспоминать и свои мимические привычки стискивать зубы что еще подпирать голову рукой сидеть на ногу нога на ногу это не мимическая привычка но это привычка которая ведет к симметрии лица и вот эти вот мимические привычки при почему привычка потому что она уже переходит в уровень неосознанного неосознанный уровень да то есть мы их делаем на автомате если мы сидим в таком паттерне закусить губы например я как-то раньше тоже в детстве смотрела какой-то сериал можно же было вот эти вот появлялись мексиканские сериалы и главный герой делала все время вот так и мне так это почему-то и я пыталась внедрить эту привычку спасибо что она мне не внедрилась а то бы еще к этому добавилась бы еще работы так вот все эти привычки мы сидим в таком искаженном виде какое-то время продолжительное время привыкает наши мышцы привыкают вот тебе пожалуйста асимметрия и кстати когда я начала заниматься гимнастикой я пошла вот именно бороться тогда еще бороться со своей вот этой привычкой со своим лбом но когда я пошла когда я начала заниматься гимнастикой я поняла что мышцами можно управлять и они становятся послушными и я уже начинаю отслеживать что ага сейчас я опять напрягла лоб ага сейчас я опять сдвинула брови понятно что ночью наша мимика живет своей жизнью да это так и это факт утром я могу проснуться с заломами межбровки лба либо еще где-то какие-то там заломы например если там поспала как нибудь вот так но здесь реже а лоб да и утром ну приходится поправлять свое лицо но по крайней мере гимнастика знания вот эти они дают классный инструмент то есть тренер это не вот который там проснулась и у нее изначально все натянуто красиво мы можем быть разные это будет зависеть понятно что и от того что мы поели накануне и попили тоже мы же тоже люди вот мы не такие как это сказать отъявленные зожники но по крайней мере я и чем я отличаюсь от обычного человека тем что у меня есть инструмент я взяла быстренько поправила свое лицо и в течение дня я управляю своими мышцами они мышцы владеют мной то есть когда я там позлилась на кого-то и все и вот так вот осталось на целый день да я могу позлиться но я потом могу и расправить свое лицо потому что дальше я уже не позлилась зачем я ходить с этим мимикой не пугать людей здесь даже ну и вопрос осознанности тоже в том числе но больше как раз таки том что я начинаю чувствовать свои мышцы мне и это не о том что нет я хожу без мимики все я такая ровная гладкая никакая нет мимика она конечно же присутствует но паттерны вот эти вот постоянные паттерны в которых мы зависаем залипаем а там позлились там или еще что то такое залипли в этом состоянии так и ходим и привыкли нет как раз таки эти паттерны и закладывают нам морщины с привычками разобрались с гормоны разобрались о чем еще я хотела таком сказать ну и да самая главная привычка это наша осанка это прям бич нашего поколения причем знаете я гуляю с дочкой и спрашивание почему сейчас вся молодежь ходит это что мода тренд такой я прям вот сейчас пристану и вам покажу то есть вот чем сутули вот они ходят все как-то вот так вот прям спина знак вопроса я у дочки спрашиваю но она пока еще наверно не совсем в тренде я еще пока 10 лет вот а те кто постарше подростки вот они прям все вот так идут как будто бы чем чем изгибисте тем круче не знаю почему ладно в их возрасте пока об этом рано задумываться хотя для профилактики уже стоит а у нас люди вот я смотрю особенно офисные работники с зажатым грудным отделом естественно если у нас скрючены плечи мышцы здесь у нас укорачиваются здесь у нас мышцы растягиваются слабые здесь укороченные мышцы здесь все поползло стягивается к центру вниз и соответственно все мышцы у нас переплетаются друг в дружку особенно мышцы лица они в лучшем случае имеют жесткое крепление кости я имею ввиду прикрепляется одним концом другим концом они либо вплетаются в мышцы либо вплетаются в кожу и таким образом какая-то мышца какую-то мышцу повело и повело все остальные поцепной реакции и вот мы в таком положении с выдвинутой шеи здесь у нас шея ладно черт не с эстетикой у нас шея еще при этом болит потому что она вот так всегда выдвинута и всегда хочется делать вот так сидеть как мне одна знакомая говорит когда я тебя вижу мне всегда хочется делать вот так я бы не так хочется делать потому что у тебя здесь просто уставшие напряженное место она горит ну да по сути так просто когда я тебя вижу это об этом вспоминаю типа чтобы поставить как-то все на место вот и гимнастика для лица но по крайней мере по из культура то направление в котором я скажем так развиваюсь она больше даже не за то чтобы там постоянно тренировать 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 да понятно укреплять мы укрепляем мы тренируем но тренировки наши например в день в лучшем случае там 20 минут через день да не каждый день и 20 минут против остальных 23 часов когда мы все вот такие естественно это не ничего не значит это ни о чем то есть мы там позанимались вытянулись выпрямились а потом опять пошли так естественно за осанкой следить нужно и эти привычки встраивать нужно и а фейс культура она как раз таки работает не только над укреплением мышц а над формированием полезных правильных паттернов формированием привычек чтобы уже прямая спина и что я голова положение головы чтобы это было скажем так тоже неосознанно уровне неосознанности естественно со слабыми мышцами нам сложно простроить тело ну и наверное я сейчас вам просто покажу как правильно да мы простраиваем тело и даже наверное скорее всего я встану сейчас я подвину камеру и встану чтобы вам показать уж мы же не просто поболтали и забыли чтобы вас хотя бы сейчас вы начали отслеживать например свое положение то есть сразу проверяем свой таз и если линию вот мы поставили руки на бедра мы руки встают сами по себе именно на подвздошные кости и мы смотрим если у нас таз в наклоне то есть из таза выливается вода грубо говоря можно поставить пяточки ладони на подвздошную кость нашли вот здесь подвздошные косточки тазовая кость поставили и остальные пальцы мы увели на лобковую кость вот у нас такой треугольничек получился и вот если это и теперь мы эти ладони отводим от таза и смотрим если они строго перпендикулярно полу строго перпендикулярно полу то значит ваш таз в нормальном положении если они у нас идут под наклоном но тематрировано показывать а может быть у кого-то и тоже то соответственно таз имеет передний наклон и бывает еще и задний наклон то есть немножечко такой подкрученный хвостик у нас вот и в этом случае мы уже его регулируем естественно упражнения помогут нам его формировать ну и плюс сейчас расскажу самую главную фишку до шеи доберемся и тогда вы поймете как легче простраивать тело спина здесь тоже если я вам сейчас скажу выпрямить спину и вы начнете тут расправлять все разгибается вставать пряменько то вы почувствуете вот здесь напряжение и с таким напряжением вы долго не сможете просуществовать и просто какой-то момент вот просто сядете вот так все все хватит меня этой физкультуры я устала вот а здесь если правильно мы простраиваем тело то это уже скажем так пол дела сделано хотя бы это стазом понятно ребра приподнимаем ребра просто берем их и приподнимаем делаем вдох и выдох дыхание это вообще отдельная тема и я думаю что это будет даже отдельный эфир про дыхание про ребра это тоже со временем я проведу такой эфир то есть мы сделали вдох и выдох ребра как бы сложили свернули вот вот это вот наш каркас в таком каркасе у нас включаются мышцы кора мышцы живота подтягиваются то есть у нас живот уже не вываливается и он берет часть нагрузки со спины потому что в таком положении наша спина поясница страдает больше больше нагрузка идет вернее вся нагрузка идет на спину она должна делить нагрузку с животом приподняли ребра и плечи мы их привели вперед вверх назад вниз все и расслабили отпустили они у нас спокойно лежат если у нас здесь таз в нормальном положении то и верхний корпус у нас тоже будет положение нормальным ему легко будет находиться на тазу обратите внимание на стопы стопы тоже у нас должны нормально опираться на пятка большой палец и мизинец нагрузка равномерно распределяется на них 50 процентов на заднюю поверхность то есть на пятку и 50 процентов делятся между мизинцем и большим пальцем 30 20 процентов это я просто на руки показываю вот когда наши пальцы будут сильными тогда наши ягодицы никогда не будут висеть обвисать но естественно их нужно тренировать да то есть я хочу сказать что нет смысла тренировать ягодицы если у нас слабые пальцы есть там приседания есть жимы лежа когда ногами толкаем вес и если вы обращаете внимание что вы толкаете все пятками то нет смысла тренировать ягодицы пока вы не включите в работу пальцы включаем в работу пальцы ног тогда у нас будут красивые ягодицы это понятно дальше если вы подойдете к стене у вас будет пять точек опоры пятки и икры ягодицы лопатки затылок вот эти вот пять точек опоры это скажем так ориентир мы встали запомнили и еще слегка как будто бы толкнули стену не сильно напрягая голову но прям так слегка все вот сейчас наша голова на месте и тогда мы отходим уже от стены и в такое положение запоминаем и каждый раз вот я прям специально потому что у меня тоже было вот такой вот вот так вот у меня было я каждый раз проверяла то есть мы берем либо телефон либо ладонь но ладонь не должна сгибаться у нас она должна быть вот такая прямая либо прям телефон и прикладываем к шее и голове то есть голова у нас идет продолжением шеи и многие девочки с кем я работаю им когда начинаешь ставить голову они понимают у меня такое ощущение как будто я вообще стою с опущенной головой как будто бы взгляд у меня вниз напавляется потому что привыкли то что шея выдвинута вперед мы же не будем в пол смотреть мы будем приподнимать таким образом у нас как будто бы все время приподнят подбородок здесь у нас страдает шея короткие разгибатели это мой помощник пришел вот здесь он устроился помощник будет страдать шея естественно овал лица и все и шея и плотизма и все у нас здесь попадет вниз поэтому и первое время я прям проверяла то есть я себе там ставила напоминание будильник каждый час я смотрела и проверяла шею или иду я гуляю я проверяю шею и вот прям вот это вот толкаем невидимую стену у меня на тренировках это постоянно я каждый каждые пять десять минут напоминаю толкаем невидимую стену чтобы голова не ушла вперед еще у меня есть выражение ящик комода задвинули то есть мы его губы зубы соединили губы зубы соединили и язык положили на небо вот от положения языка зависит наш овал небо то есть не просто он у нас кончик прилеплен к небу не лежит он у нас на полости на дне полости рта а он у нас именно полностью прилеплен к небу именно прилеплен и он находится в спокойном положении то есть не за счет усилия мышц мы это делаем а физиологично это его нормальное спокойное состояние без напряжения это тоже достигается через определенные техники через упражнения сейчас я не буду его показывать мы потом тоже разберем тему овала и сделаем может быть даже упражнения для овала вот это Арчи всем привет поздоровайся так что понятно да наши ориентиры стопы пальцы ягодицы плечи грудная клетка шея и вот когда мы естественно сейчас поначалу я дала много ориентиров можно запутаться и сказать блин это очень сложно но нет на самом деле я вас сейчас успокою все это легко контролируется лишь одним рэпером это наше затылок то есть вот это вот толкаем невидимую стену это скажем ключевой момент в нашей простройке тела неважно сидите вы неважно какая у вас работа парикмахер вы маникюрист ли вы мы не сидим со скрюченной спиной а мы наши мышцы коры включены и мы сгибаемся в тазобедренных суставах когда у нас спина прямая вот мы согнулись в тазобедренных суставах когда у нас затылок активный то есть вот это вот понятие активный затылок толкаем невидимую стену тогда у нас вот эта простройка тела будет автоматически простраиваться то есть это как будто бы вот представьте вот человечек и его так за голову подняли и он раз 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 весь простроился это вот об этом толкать невидимую стену мы прям делали такие эксперименты наблюдали я наблюдала за собой и мы в чате вот где мы тренируемся мы обсуждали эту тему то есть мои наблюдения какие я вышла ну я живу в своем доме у нас зимой валит снег и приходится чистить и вот я чистила тяжелый сырой снег у нас уже были вот такие большие сугробы и мне нужно было это все закидывать туда ну к слову сказать мне это нравится так вот что я заметила я тогда прям держала фокус вот на этом положении то есть здесь активный затылок не подразумевает напряжение вы сейчас не путайте что мы вот прям там вот такие вот сидим нет то есть мы встаем каждый раз к стене проверяем проверяем запомнили этот паттерн либо вот проверяем телефоном или рукой голова продолжение шеи здесь у нас область подъязычная будет параллельно полу подбородок у нас не поднимается вот мы как будто бы взяли голову раз и приподняли ее и макушкой тянемся потому что тоже здесь такой момент когда я говорю тянемся макушкой у многих автоматически вот на живых мастер-классах когда я смотрю когда я вижу людей тянемся макушкой у многих раз и приподнимается они сразу приподнимают подбородок а нам наша задача не приподнимать подбородок вот ориентир так вот в этом положении я чищу снег и я понимаю что ни моя спина ни моя поясница у меня ничего не устало то есть я потом когда зашла да легкая усталость от физической нагрузки потому что снег тяжелый его нужно было высоко закидывать но у меня ничего не болело ну то есть я не шла там с поясницей с больной или там напряжение вот между лопатками или в шее где-то еще там у меня не было такого напряжения нет и я заметила даже если несешь там какие-то тяжелые вещи и самое главное держать затылок и все и тогда будет все прекрасно то есть это уже пол дела сделано и вот именно в таком положении нужно уже заниматься укреплением потому что если тело не простроено и мы начинаем заниматься укреплять мышцы соответственно в нашей неосознанности да то есть мы же не осознаем не слушаем еще пока не слышим наши мышцы у нас есть тоже трудоголики мышцы которые трудятся есть мышцы которые лентяи которые могут кататься на за счет сильных мышц и вот работая не обращая на это внимание на свои слабые скажем так стороны мы будем еще больше напрягать и так мышцы которые напряжены а те мышцы которые у нас слабые для них по боку выйдет эта тренировка поэтому важно тренироваться важно укреплять мышцы и важно это делать грамотно слушать какие мышцы у нас слабые это все тоже на тренировках процессе тренировок это все выясняется и уже делаются акценты расставляются акценты в нужном для каждого человека неважно даже если это групповая тренировка расставляются акценты уже на свои скажем так слабые стороны ну собственно говоря про затылок помним внедряем и практикуем а я наверное с вами уже прощаюсь не буду долго задерживать хотела я сегодня рассказать про мастер-класс мастер-класс который у нас вот будет 5 декабря новые грани то есть комплекс раньше я его почему-то даже никогда не давала на тренировках сама я из этого комплекса делала пару упражнений и действительно они мне нравились то есть вот когда я понимала что мне нужно прямо сейчас сделать прям хороший результат сделать прямо сейчас и быстро вот я его применяла но почему-то никогда его прям так досконально не разбирала и не давала на своих тренировках а тут вот мы с подачи Татьяны Чекаловой основательницы школы фейскультуры мы решили эту гимнастику разобрать ну и как всегда как водится разбирать мы можем только по холосточкам то есть добраться туда куда не добирались и действительно гимнастика оказалась очень классной вау эффект точно прям после выполнения первого же упражнения это заметно это гимнастика не для профилактики это гимнастика для тех у кого уже имеются возрастные изменения кому нужно работать на результат вот вот это вот искусство маленьких шагов меня просто покорило это совершенно другая работа и здесь уже не надо для лица там по 10-15-20 подходов а здесь уже достаточно 3-4 подхода максимум и сразу виден результат то есть мы прям я настолько влюбляюсь разбирая эту гимнастику что в общем это must have и one love пока только так скажу следите за анонсами и приходите в клуб тренироваться где мы сейчас будем как раз таки эту гимнастику отрабатывать мы ее уже начали отрабатывать и разбирать и я думаю что месяца 3 с там перерывами на что-нибудь другое мы будем прям ею заниматься потому что ею прониклись все кто попробовал вот но я с вами прощаюсь по в в